Добрый день, уважаемый Дмитрий Николаевич, Статья Анатольевич, участники сегодняшних заседаний двух комитетов. Это очень символично, мы уже не первый раз проводим совместное заседание и думаю, что это будет продолжаться и дальше, потому что цель задачи у агропромышленных комплексов и производителей сельскохозяйственной техники и вообще машиностроения Российской Федерации, они единая цель задачи и нам вместе над ними нужно работать. Мы не обойдемся сельхозпроизводителем без машиностроителей и машиностроители не нужны будут, если и будет сельхозпроизводитель. Слайд в следующем. Все-таки огромное богатство у нас и, соответственно, огромный потенциал в развитии. Следующий слайд. Ну, что хотел бы сказать о количестве стран, по населению. Видите, Российская Федерация занимает девятое место, но и это, конечно, немного людей, которые живут в сельском местности Российской Федерации. Следующий слайд. Этот слайд говорит о том, что за последние 18 лет с 10 миллионов человек, которые трудились в сельском хозяйстве или в промышленности, вообще жили на селе, их количество уменьшилось в два раза. Видите, осталось чуть более 4 миллионов человек, которые трудятся в селе, соответственно, при этом заброшено 20 миллионов гектаров сельских, дальше я буду показывать до 37 миллионов гектаров сельских поселений в очереди. Итак, следующий слайд. Ну, должен, следующий слайд. Должен ответить, что, видите, по рейтингу стран, по обывалу внутренних продуктов Российская Федерация занимает 12 место. Видите, если в США 22 триллиона долларов, а в Китае 17, то Российская Федерация всего лишь 1,4 триллиона долларов. Вот сравнить экономику других стран и нашу российскую, конечно, в этом могли бы большой вклад внести сельскохозяйственное производство, промышленность, переработка и все, кто причастен к сельскохозяйству, как говорят, на земле до космоса. Хотя наши сельскохозяйственные 6 процентов, наш БВП был в таком небольшом объеме на фоне мировых производителей стран. Это, конечно, не так много свежих стран слайдов. Но, к сожалению, по уровню и продолжительности жизни наша страна сегодня занимает 110 место. И здесь Япония занимает первое место, там Швейцария и так далее. Но мы занимаем 110 место в мире, имея огромное богатство, по земельным площадям и так далее. Это тоже много говорит, что мы должны очень серьезно подумать, как наших людей кормить и как дальше нам жить, в каких условиях. Или люди должны жить в индивидуальных домах, на природе, или должны жить в таких городах, как Москва, в маленьких квартирах и других приспособленных условиях и, соответственно, жить недолго. При этом должен отметить, что более 1-3 года мы экспортируем продукцию, импортируем почти столько же в нашу страну. Поэтому в этом отношении тоже очень потенциал следующий слайд. Посмотрите, долю расходов населения на продовольствие. К сожалению, в Российской Федерации при низкой зарплате нашего населения 28% мы тратим на продовольствие. То есть, если посмотреть по продовольственной безопасности, то доступность к питанию, она, к сожалению, не так высока. Потому что есть еще другие траты, расходы, следующие слайды. Но вот видите, к счастью, но это не только в объемах, но, к сожалению, мы считаем все в рублях или долларах. Мы считаем, что в этом году при наших ценах производство продукции сельского хозяйства достигло более чем 6 триллионов. Это положительный факт, что все-таки производство сельского хозяйства продукции растет, как во сне госты, так и в чем довольство. Дальше я еще покажу. Но это крайне недостаточно для нас, потому что у нас потенциал гораздо выше и больше в следующем слайде. Но вот если посмотреть по потребности Российской Федерации, вообще в продовольствии и в основных продуктах питания, то пока по потребностям, исходя из одной тонны на человеке зерна, мы должны производить 146-150 миллионов тонн зерна для того, чтобы жить счастливо, кормить животных, обеспечить себя молоком, мясом и другой продукцией еще экспортировать до 50 миллионов тонн зерна или продукции растереводства. Но мы должны еще достигнуть добавочных хотя бы 12-15 миллионов тонн зерна, помните. Не хватает фруктов, овощей, более чем 11 миллионов тонн фруктов и ягод, около 7 миллионов тонн овощей и молока, более 15 миллионов тонн. К сожалению, пока недостаточно в нашей стране для собственного потребления. Следующий слайд. Но тут слайд, очень много цифр, сложно разобраться. Нужно сказать, что рост сельскохозяйственной продукции, он из года в год растет, но не так быстро, как хотелось бы. Сдерживающие факторы, они, следующий слайд, они заключаются в том, что из года в год, к сожалению, было большое падение. Количество сельскохозяйственной техники уменьшилось почти на полмиллиона единиц в Российской Федерации для того, чтобы обрабатывать эти земли. Если в 90-м году было 117 миллионов гектаров площадей, то на сегодняшний день осталось только по 80. То есть, мы видим, что мы потеряли 37 миллионов тонн, миллионы гектаров площадей сократили по голове погрузка, там более чем на 38 миллионов голов. Соответственно, и обязательность населения, она уменьшилась. И все это нужно, как бы сегодня, возвращать, поднимать. Но еще раз хочу подчеркнуть роль машиностроения, машиностроителей. В этом вопросе сегодня велика и является одной из главных. Далее, следующий слайд, потенциал производства зерновых культур. Он очень, так скажем, для нас достижен. 150 миллионов тонн зерна. Мы смело можем достичь, при этом есть 50 миллионов гектаров. Басилы зерновых культур, 3 тонны с гектара, 150 миллионов. А так, потенциал нашей страны, мы можем достигнуть производства зерна до 200 миллионов тонн, при этом нужно иметь 65 миллионов гектаров зерновых культур и урожайств 3 тонны. И сможем произвести 200 миллионов тонн зерна. При этом нужна высокая механизация и все остальное. Следующий слайд. Но по производству молока задача, конечно, стоит 50 миллионов тонн. Мы должны производить себя, должны кормить. Когда мы производили около 5, около более 55 миллионов тонн. Тут расчет тоже простой, реальный. Это просто... Мы это обязаны сделать. Представляющиеся на своем. Но по производству мяса, хотя достигли полного, почти полного потребности, но при увеличении поголовья корма рогатого скота, нам можно смело увеличить производство мяса корма рогатого скота и увеличить экспорт мяса за пределы Российской Федерации для того, чтобы зарабатывать валюту и иметь то, что мы хотим иметь и за пределы Российской Федерации. Следующий слайд. Значит, по поголовью крупно-рогатого скота наши расчеты специалистов, экспертов говорят о том, что если мы будем серьезно заниматься, эти вопросы, то, конечно, мы можем восстановить припочек. Значит, производительности, при большем потенциале, значит, животноводства, мы можем смело увеличить производство ледной поголовьи и всех видов скота, которые мы имели и которые мы хотим иметь. Следующий слайд. Дальше. Следующий слайд. Что касается генеральных удобрений, которые необходимы, к счастью, есть промышленность, которая работает сегодня более 20 миллионов тонн в действующем веществе. Производится наше производение, к сожалению, используется всего лишь 3,5 миллиона тонн, это 39 килограммов в действующем веществе на 1 гектар. Нам, соответственно, нужно вносить около 100 килограммов в действующем веществе для того, чтобы достигнуть этих результатов. Слава Богу, с производительством минеральных удобрений у нас неплохо. Их нужно только суметь убить и внести на правильные наши поля. Что касается средств защиты растений, то уже наши производители, вот, сарезобавки, работали, сидят. Но последние годы нарастили то количество средств защиты растений, которые необходимы в нашей стране, не закупают у других компаний. Единственная проблема с действующими веществами, которые, к сожалению, пока у нас очень мало. Следующий слайд, вот, по генеральному давлению. Кто сколько вносит в мире? Китай вносит 396 килограммов в действующем веществе, на гектарах Германии 189 и так далее, в России 39. Но и урожайность терапии, как видите, зависит полностью, не полностью, а очень равно зависит от количества и силы подобрений. Видите, если Германия вносит 1809 до урожая более 7 тонн, США 8 тонн с гектарами, в России, в США, пока 27 центов с гектарами. Соответственно, слайд. Но что касается техники, в каком состоянии наша обеспеченность и хозяйство, техники ее возраста, вот видите, где розовым цветом обозначено, это все, что имеет возраст более 10 лет. Вот, это, конечно, наша беда. До трех лет, вот то, что желтенький, это вот до трех лет последний закупленный, то есть это очень небольшое количество покупается. К сожалению, тут много вопросов, недороговизна техники, и, соответственно, недостаточные доходы сельского хозяйства для того, чтобы обновить машину, трактор, пар для сельского хозяйства. Вот над этим сегодня мы должны пообсуждать, поговорить и носить те результаты, которые необходимы. Необходим в следующий слайд, дайте. Посмотрите, зависимость какая. Если в США 8,5 лошадиных сил в гектар, то и урожайность почти 8 тонн. А дальше в странах ЕС 5 лошадиных сил тоже урожает 5 тонн в гектарах. Вот, в России полторы лошадиных силы на гектарах урожайность 2,5 тонн в гектарах. Поэтому при 3 лошадиных силах на гектарах мы будем иметь 3 тонны в гектарах, значит, это зерновую культуру. Вот при этой зависимости мы это подтверждаем, то, что без техники, без энергороджения сельского хозяйства мы ничего сделать не сможем. В этом наш большой потенциал развития промышленного комплекса в следующий слайд. А далее, что я хотел бы учебать, вот смотрите последнюю колонку. Сколько нам необходимо в год покупать тракторов? Нам ежегодно, раз в марте, нужно покупать 53 тысячи единиц. Дальше, термоборщик АПМ, 15 тысяч. Значит, отборщик АПК сельское хозяйство закупило в 2020 году всего лишь 4,6 тысячи, а нам уже 16 тысяч. И так вот и с год в год продолжает тракторам. Вообще ситуация очень серьезно опасная. И так по всем видам техники, которые должны иметь на наших полях наших сельхозпользоводителей. Да, и следующий момент. Ну, вот на этом слайде хотел показать значимость грабочков хранилища и так далее, для сельского хозяйства, для того, чтобы минимизировать потери сельхозпродукции, которые с большим трудом вращаются на наших полях, наших крестьян. Это тоже самая большая проблема, как еще ее сохранить, когда мы ее производим. Ну, и один из следующих моментов, следующий слайд. Нужен отметить, что по производству лубинных культур, то есть технических культур, в которые мы должны загрузить промышленность, а промышленность должна принять и произвести ту продукцию, которой необходимо сегодня сотни видов изельных коноплей. Хлопок к нам уже скоро поступать не будет, потому что все его перерабатывают, к нам идут только ткани. У нас есть концепция, вот Юрий Васильевич здесь сидит, с которым мы вместе прорабатываем много раз. Концепция говорит о том, что сегодня нам нужно нацелиться, это и задача промышленников по увеличению выращивания льна до двух миллионов гектаров. И один миллион гектаров на плене. Только при этом условии мы можем сделать большой взрывной скачок в производстве промышленной продукции. Это сельхозмашиностроение, огромное количество новых машин. К этому надо готовиться, это уже остановить невозможно, потому что мир идет вперед. Если мы это не сделаем сегодня, то завтра за нас это сделают другие. И мы снова на рынок, войдем последними. А кто последний? Знаете, как это все сложно. И в этих условиях производство целлюлоза, производство тканей, масса другой продукции, которую можно производить, что может дать рост ВВП до 10 триллионов рублей. Это очень серьезное направление, которое мы тоже должны поддержать и далее развивать. Уважаемые коллеги, если коротко, вот у меня все в моем докладе. Хотел бы попросить вас, чтобы вы более активно дополнили все наши предложения, пожелания для того, чтобы агропромышленный комплекс развивался и был одним из лидеров в мире, а не подстающим по тем показателям, которые я вам рассказал. Спасибо за внимание. Желаю успехов нам с вами в нашем сегодня мероприятии. Спасибо. Спасибо, Петру Александрович, за очень интересный и содержательный доклад. Тоже сейчас хочу свое видение высказать сегодня. Петру Александрович, за очень интересный доклад, который я вам показал, где мы находимся. Хотя вот у нас есть успехи. Здесь показано успехи сельского хозяйства. Если сравнить современное состояние с десятым годом, то мы видим и такой серьезнейший рост по зерновым. Мы увеличили по имя производства практически в два раза. Мы продаем по звенению раза в полтора. По всем позициям ведет серьезный рост. Это не может не радовать. Но мы должны помнить о потенциале, о том месте, где мы реально находимся, и от какой базы этот рост происходит. И тут полезно сравнивать наши современные достижения с девяностым годом, с нашими собственными, ими достижениями того времени. И с тем состоянием, в котором находятся современные миры и страны, и народы вокруг нас. Так вот мы видим, что если с девяностым годом сравнивать, то несмотря на технологический прогресс и социальный прогресс, он говорит, что капиталист гораздо более эффективная система устройства, но мы видим, что прогресс не так уж и велик. И на 14% за 30% увеличить производство зерна, ну, наверное, это не такой уж большой моды. Ну, да, если посмотреть на мир, на то, что происходит вокруг нас, то мы увидим, что Россия примерно производит продовольствие на то же сумму, что и 30 лет назад, а в мире примерно так, в 1,8 раза увеличили производство продовольствия. И Россия в 92-м году, ее производство продовольствия составляло 3,5% от мирового, сейчас лишь 2,1% от 1,1%. Вот, и то, что если мы хотим вернуться к старым советским позициям, я говорю иногда, что и сельское хозяйство недостаточно эффективное, ну, если мы даже хотим вернуться к тем позициям, то нам надо на 70% увеличить объемы производства продовольствия от современных. Вот, ну, если ищу по-другому оценить потенциал, увидим, сколько у нас пассивных площадей пустует, оценим, насколько мы можем, используя современные технологии, вполне доступные для нас увеличить урожайность, то мы увидим, что 240 миллионов гектар, вполне достижимая цифра для нас, вполне достижимая цифра для нас. И то же самое мы можем и должны увеличить объемы производства молока, водой и количество коров, и, соответственно, молока производить не 32 миллиона, то она выполняет, можем производить и 96 в три раза больше. Для этого есть все, кроме воли и желания, что на великой правильной болезни. Так, перестало это. Девчонок Саш подчеркнул то, что у нас малая обеспеченность лошадиными силами, ну, техникой населения. Вот позавчера, нет, вчера буквально, у нас было заседание Совета директоров Ассоциации Росспецмашек, и мы обменивались мнениями о том, ну, какое состояние сегодня, как у всех настроения. И скажу, что...